Парни, всем привет! В первую очередь хочу обратиться к подписчикам канала. В субботу или воскресенье нам 100% дают снять Honda Accord в вятом кузове. Информацию сегодня об этом опубликовал в инстаграме канала, поэтому подписывайтесь на него, чтобы не пропускать следующий анонс. А в данном ролике я хочу обсудить последнее видео про Toyota Camry. Многие владельцы или те, кто мечтают о Toyota Camry, обвинили меня в том, что я Mazda Drotcher, то, что я необоснованно наговариваю на Toyota Camry, мол, она не ржавеет, что это очень надежный автомобиль, очень хороший. Хочу пояснить одно, что в данном ролике я говорил только про минусы. Я не подбирал специально плюсов. У этой машины есть свои плюсы, но исходя из того, что вы прям обвиняли меня в том, что я наврал, что я не показал рыжики, сейчас я вам это все буду демонстрировать. Сегодня утром я позвонил своему товарищу, у которого есть точно такая же Toyota Camry с пробегом в 20 тысяч километров. Доехал до него, и вот, что я увидел на этой машине. Ну вот, смотрите, абсолютно другая Camry. Это новая машина, я вам сейчас специально покажу пробег, что на ней 20 тысяч. Вот, смотрите, капот. Вот я специально снимаю на камеру. Вот они, сколы пошли, да? Вот скол, вот скол, скол. Пока что не ржавеет, скажете вы, хорошо, все нормально. Ну вот, сколы прямо отчетливо видно, да, что они появляются. Это ничего страшного, ржавщины же нету, да? А вот здесь что такое? Вот сюда вот смотрим. Вот он. И вот этот, вот этот вот, начинает уже просто сам рыжать. Машина 2016 года, двухлитровая. пробег у нее 22 тысячи километров. Продолжаем машину смотреть. Пожалуйста, крыло у машины. Вот эти вот рыжики, это что называется? Это легендарное качество называется. Вот. Вот это вот? Ну смотри, где этот бит? Ну смотри, вот он. Не, это черное. А вот рыжего. Ототрет сам у тебя? Что-то не оттирается. То есть, вот трем, трем, то есть владелец вот стоит рядом специально. Вот машина. Не-не-не, это как бы, говорит, не ржавщина. Вот трет пальцем сам лично. Чего-то у него не получается. На самом деле, я к нему подъехал просто спонтанно. Говорю, давай пересечемся, посмотрим. Вот, смотрим по машине. Вот здесь. Ну это еще ладно. Тут как бы, тут вопросов нету. Тут скольчики. Но опять же, вот, смотрите. Да, я тру. Дальше, смотрите. Человек купил машину, говорит, этого не было. Вот это все пошло. Качество сборки, скажете вы, да? То, что русская сборка наша. Все орут. Диски, диски не облазивают. Вот он диск. 22 тысячи. Приближаем, смотрим. Вот это вот черный. Это уже слезло. Вот она. Сначала облазить начинает. Вот по такому принципу. Ага. И вот она пошла. Вот у него пошло потихонечку. Вот сейчас с владельцем стоим. Я ему просто говорю, а что диски облазить он? А это битум. Потерли, потерли. И он понял то, что ни хера это не битум. Он у себя сам стоит в шоке. Новая машина. Вот у него кожа. 22 тысячи. Вся та же самая история. По салону вот здесь вот ходит. И, соответственно, он жалуется лично. То, что когда едешь уже, то есть отсюда какой-то неприятный шум доносится. Снизу под рулевой. То есть все вот херачит. Про бардачок пока скажу я здесь ничего не могу. Он на это еще внимания не обращал. Но я ему показал, отметил. Говорю, вот обрати внимание. То, что будешь ездить. То есть, возможно, тоже посторонний шум. Вы скажете, это постанова. Это неправда. Это единичный случай. Окей. В описании к данному видео я выложу ссылку на форум. Toyota Camry.ru Значит, вот этот форум, про который я говорил. Toyota Camry.ru Заходим на него. Нажимаем кузов V50. Выбираем общий форум. Заходим. И здесь вы можете самостоятельно посмотреть любую интересующую вас тему. Собираю информацию. Всегда лазаю по форумам и читаю информацию владельцев. Самым главным я всегда смотрю даты. Потому что бывает так, что можно найти информацию. 2012 года написано. А в 2014 году был, допустим, рестайлинг. И эту проблему устранили. В нашем же случае вот. Опрос. Коррозия Camry V50. Нажимаем. То есть вы можете сами эту страницу посмотреть. Я нажимаю последнюю. Начинаю опускаться. Ну и собственно даты. Вот 2 ноября 2016 года. Почитайте, посмотрите. В целом люди с этой проблемой сталкиваются и сегодня. Давайте сейчас вместе позвоним в Toyota. Я позвоню по прямому номеру телефона, который есть на их сайте. И попрошу, чтобы они соединились с любым абсолютно дилером, который они сами выберут. Куда включат. И зададим им вопрос. Действительно ли есть такая проблема и с ней обращаются к дилерам. Здравствуйте. Вы позвонили в службу клинической. Номер... Алло, кузовный ремонт. Добрый день, Александр. Александр, добрый день. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, вот автомобиль Toyota Camry белого цвета. Значит, куплена была вот этим летом. Последний кузов, соответственно. Сегодня утром выхожу, смотрю, ну, обратил внимание, машину вчера вечером помыл, то, что на капоте появляются такие вот рыжики, которые как бы ржаветь начинают. И то же самое происходит на крыльях, на передних. Не подскажете, это как вообще? Ну, нормально бывает такое. Потому что почитал на форумах и увидел то, что я не один такой, то, что у людей эта проблема есть. Смотрите, вот на новой Camry еще ничего не ржавело. То есть, попробуйте, ну, так, немножко ногтем, скорее всего, налет просто с дороги в лаке остается. Там, ну, с дороги летит, там, частички металла от шипов там что-нибудь. То есть, ну... Ну, вот я попробовал, я ее начал тереть, соответственно, прям вот на крыльях, например, прям точечки маленькие, прям видно рыжик. Я сначала тоже подумал, что что-то не то, начал тереть, тереть, а он не уходит. Более того, на капоте тоже... В лаке это нужно полировать, то есть, ну, то есть, как бы, вы, если хотите, можете подъехать, мы и вам посмотрим, но я думаю, что это вот то, что, о чем я говорю, потому что на белом цвете это все просто лучше видно, потому что это белый цвет, на черном этого не видно. Вот, и все остается, потому что нужно допулировать вот эти вот места. Ты втираешь мне какую-то дичь. Вот, а то, что ржавчина, вот, был на дорестайлинговой, вот, без вот этого молдинга, капот, и вот, они прямо изнутри шли. Но на новую такой еще не было таких случаев, чтобы... То есть, на дорестайлинговой версии, это какой кузов, подскажите? Ну, такой же, только до 14-го года машина. До 14-го года машина, вот, у них молдинг, который хромированный. Вот, там такой молдинг, там, с резинкой, да, вот этот вот. Ну, на капоте хромированный вот этот молдинг, который снимается, и там под ним ржавчина шла. То есть, был такой, да? Нет, нет, прямо около него было. Оно прямо изнутри шло, и видно, что прямо из-под краски. А, из-под краски. Ну, то есть, там не было жачи, оно просто-таки пузыречек, который изнутри идет. И что-то, говорят, еще на задней двери, да, на крышке багажника тоже самое было? На задней двери не было, на крышке багажника было тоже. Ну, на крышке багажника я вот правильно говорю, да. Если вы посмотрите, вы, мне кажется, на белом сетке, не только на крыле вы можете там, на дверях тоже найти. Ну, и на дверях нашел, на пассажирской двери тоже точки такие ржавчины пошли. Ну, да, это просто на белом цвете все спрашивают про это, но это не ржавчина. А что это? Все, что летит, да, попробуйте заколировать это где-нибудь. А японскую сборку можно приобрести сегодня? По-моему, у нас только российские все. В России уже шестьдесят как лет. Сколько лет? Сколько лет? Ну, лет шесть, с одиннадцатого года, по-моему, или даже десятого. Просто как-то удивительно то, что машина новая, полгода буквально прошла, а уже какие-то, что-то полировать, потеки пошли по кузову. Это вообще, ну, то есть это не ржавчина, даже не волнуйтесь. Ладно, хорошо, спасибо, до свидания. Вот вы видите сами то, что дилер начинает успокаивать и говорить об одном, то, что это все нормально, это просто точечки. Вы заполируете, вы там на мойку съездите, вы съездите туда, если что, вы приезжаете. Снимая ролик про Camry, я ошибся в двух местах. Первое, это с зарядкой для айфона. Действительно, сам телефон не поддерживает данную функцию. За это я, конечно, приношу извинения, я не буду упираться лбом и говорить там или молчать про это. Да, я ошибся, это мой косяк. Вторая ошибка со светом. Внутри были установлены диоды владельцам. Я про это не знал, но я просто смел подумать. Я просто смел подумать о том, что в Camry они уже идут изначально. Потому что в других машинах, я их даже не буду называть, такого же, в принципе, ценового сегмента диодная подсветка встречается. Касаемо комплектации автомобиля, которую мы снимали. Это была комплектация Elegance Plus. И сегодня она стоит 1 миллион 620 тысяч рублей. Многие люди начинают называть ее бомж комплектацией. Именно поэтому там камера со статичной разметкой, а не с динамичной. Я уверен, что у большинства вообще нету Camry. Либо у них комплектация ниже, либо они просто хотят Toyota Camry. Но почему-то машину за 1 миллион 600 тысяч рублей они называют бомжовой комплектацией. Складывается впечатление, что у всех у вас Camry 3.5 и только в топовых версиях. Что касаемо качества сборки. На сегодняшний день, вот ты захочешь купить себе Toyota Camry, ты купишь в российской сборке, нашу, отечественную, понимаешь? Наши ребята будут собирать под Питером. Рассказывать о том, что ты сними настоящего японца, ты сними праворуку машину, что только не пишут. Говорят, найди Camry, там, с правым рулем, сними, и вот увидишь такое качество. Окей, я сниму, я расхвалю эту машину. Там будет действительно больше, гораздо плюсов. Она будет гораздо лучше, чем новая сегодняшняя машина. Но вопрос в другом станет. Ты завтра пойдешь покупать себе машину. Какую ты купишь? Ты что, купишь в японской сборке? Ты купишь то, что я тебе показываю сейчас на видео. Вы кричите о том, что она надежная. Да я не буду с этим спорить о том, что машину можно завести, уехать на ней 200-300 тысяч километров, и ни разу не столкнуться с проблемой. Вы почитайте сами отзывы. Вот именно комментарии к предыдущему видео. Там все написано, это не я придумал. Вот вы сами пишите. Среди вас есть владельцы, среди вас есть те, кто просто, опять же, мечтает об этой машине, и для них не укладывается в голове. Как так? Какой-то там блондин называет Камрюху говном. Хотя я на видео ни разу этого не сказал. Я до сих пор не хочу ее просто отговорить, потому что это говно. Я лишь указываю о том, что у машины очень много косяков. Как выясняется сейчас, то, что их еще больше, даже больше, чем я думал. Вы говорите, расскажи про свою сраную Мазду, покажи там и минусы. Я про это уже снимал. Я показал все эти минусы автомобиля, которые лично увидел я. Ссылка будет на это видео в описании. Посмотрите сами и отметьте. Почитайте там комментарии. Многие владельцы Мазды визжали примерно точно так же, как вы сейчас. Что я дурак, что это нельзя назвать минусами. Понимаете? Вся мелочуга, которая идет по машине, там скрипит, там чуть-чуть шатается. Вот это вот все там, 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 там на ходовые качества никак не влияет. Но вот кому надо из-за каких-то рыжиков ехать в Москву, например, или ехать просто к официальному дилеру и спрашивать, что это такое? Дилер скажет, да это нормально, оставь так. Зачем вы вообще защищаете производителя, когда на самом деле нам, как потребителям, как потенциальным клиентам данных марок намного выгоднее натыкать им по полной программе, чтобы они за все косяки взялись. Касаемо вот этого нашел, к чему придраться, я бы вас прекрасно понял, если бы я взял бы какую-то кнопочку, одну единственную, начал бы рассказывать о том, что шрифт на этой кнопочке не очень читаемый, то, что его можно было сделать побольше. Вот это, по мне, действительно придраться, просто лезть куда-то непонятно куда. Конечно, многие написали о том, что ты выйди и хлопни своим капотом. Значит, вот капот, да? Вот с такого растения. Да я даже повыше подниму. Слушайте, вот он микрофон, да? Поехали. Слушай звук. Это что такое? Значит, вышел, сел в машину, позвонил человеку, у которого я брал машину на съемку первый раз. Говорю, ты сейчас на работе, я хотел подъехать, там, кое-что доснять. Рыжиков, там, и так далее. Говорит, я ее вчера продал за 1 миллион 380 тысяч. Я ей говорю, да ладно. Серьезно, все, машина больше нет, она продана. Вы не подумайте, потому что я как бы вру, там. Ну, что угодно думайте. Ну, в общем, в итоге аппаратура все с собой. Хотел ехать снимать, ничего нету. Поэтому просто рад, что получилось так, что утро встретил с другим владельцем и смог вообще показать совершенно другую машину, но с теми же самыми проблемами. На этом хочу подводить итоги. С Toyota Camry я ставлю точку. Больше про нее ничего снимать не буду. До появления нового кузова V60. Поэтому делайте выводы сами. Вы когда собираетесь купить машину, вы же ищете обзоры, вы же ищете информацию. Как правило, вы часто натыкаетесь на те обзоры, где класс, все классно, одни плюсы, одни плюсы, плюсы, плюсы. За минусами, там какую-нибудь ерунду одну-две назовут и все. Понимаете, это получается какая-то лотерея. Один проехал 300 тысяч, проблем нету, другие проезжают гораздо меньше. Сроки начинаются там поломка, там косячок, там по мелочи. Но тем не менее, на эти мелочи приходится отвлекаться, ездить к официальному дилеру, устранять их. Это вы тратите время и нервы. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии, то есть все, что душе угодно, делайте. Всем пока-пока.